вас не видно и видно меня вот теперь видно а теперь видно хорошо слава христу помилуй господи добрый день еще добрый день я вам скину наши правила у нас все записывается выставляется в интернет вы не против конечно нет я слушаю тогда говорите у меня вопрос игнатий тихонович я бы я сам католик по родителям но я знаю что католики тому поближе к микрофону что-то плохо слышно а я как теперь хорошо хочу принять православие как и ранее писал и креститься ну летом у нас будет 7 июля крещение будет да да выходить надо вячеслава семенова там собираются люди надо хотя за неделю раньше приехать скажите пожалуйста первые мои шаги вашего наставления как мне сделать как это поступить я не знаю вашу биографию как поступить вы где работаете я занимаюсь на сельское хозяйством в литве как три года а какое хозяйство у вас животноводство а кто без вас а кто без вас там будет а я попрошуся у меня хороший есть сосед у ему уже 65 лет но не откажет хорошо вы вячеслава сейчас зарядите в нашей группе вячеслав семенов вы знаете его вы его знаете но вот с ним тогда договаривайтесь мы я могу сказать когда только будет июля для июля не июня а июля вот так но вы знаете что мы православные тоже священник у меня брат родной у нас крестец он вместе с крещаем заходит в воду бесплатно у нас к этому подготовка идет вот сейчас тут кажется уже группа набрана попросите чтобы были у нас занятия идут почти каждый день утренние молитвы днем через два часа до звон идет это молитвенная группа интернетная так что вы активно включайтесь в это вам покажут правила чтобы согласны согласны там ну все такое полезно божественное напишите что согласен согласен что там было плохие слова не говорит у себя такое я понял ну плохого тут не научат волнулись так что я только готов вас слышать ну вот теперь я вам скинул материал и все уже скинул все я понял я видел да там много роликов вы посмотрите там и песнопение и все есть очень ценный материал ну и главное это зайдете на наш сайт там сайт и на сайте там справа 55 папок стоит это я в университетах когда вел занятия отвечал на тысячи вопросов а вот клайпеда далеко от клайпеды это я в вильнюсе в столице возле вильнюса 40 45 километров от клайпеды где-то 300 километров до балтийского я в клайпеде наш корабль стоял на ремонте я был а прописка то у нас было откуда это венспас латвия вилепа я работал я вообще в литве недолго три года и два месяца я можно сказать про блудовал в европе всю жизнь свои годы на его и литовский язык то не знаете знаю но не так отлично как местные ну понятно но разговорный есть но вы они знают что вы кто русский по национальности но я русский по национальности от отца у меня отец белорус а мама полька он как но они в основании они как не презирают нет не презирают любят я их люблю хоть раз видел раз в пять лет хорошо а вот когда вы где-то с кем-то работать это там но сегодня литва то у них как пропуск туда есть в россию я я не я не вижу проблем потому что я выезжаю в беларусь когда хочу а тем более в россию мне достаточно и как я понимаю 20 20 или 30 календарных дней получить визу понятно ну хорошо вячеслав все скажет уроки какие что главное когда у нас будете там вот воскресенье крещения а в субботу шестого будет экзамен у нас очень серьезный коллектив собрался я отвел занятия много лет в университетах школах полиции воинские части и у нас подготовка шла три с половиной года а так раз вы знаете и все вы евангелие то считаете вы знаете я вот вас вас встретил вообще случайно в ютьюбе можно сказать где-то еще в лондоне работая 6 лет назад может 7 лет назад а теперь уже тщательно все это рассматриваю раз и узнаю последних месяца два у меня нету не у меня есть святое писание а вы еще мать дарила но она наверное не не павского перевода профессора она наверное протестантского перевода там наполовину английский на половину русский так как у меня хороший английский язык я всю жизнь там провел молодую и я бы хотел бы конечно приобрести у вас просить в литве в вильнюсе это возможно приобрести книгу как я понимаю синодального перевода конечно это можно заранее заказа кожи я куплю она будет вас ожидать здесь тут у нас хорош хорошая лавка церковная есть барнауле но у меня свои вы знаете что у меня вышло из печати своих книг 38 томов и стихотворение четыре тома скажите как вы на нас столкнули на нас как зашли хочется спастись но вы могли бы это написать у нас дело в том что мы объявили чтобы каждый объяснил как он попал на наши ресурсы вот вы напишите и на меня скиньте этот материал тут будет биография вашей как вы на нас вышли и до этой встречи на вас я вышел просто двумя словами скажу во всем я напишу я я просто честно душой обратился к богу что мне делать ну как вы жили до этого там напишите подробно и на меня скиньте тут материал а я его вставлю где у нас собрано 34 человека уже и 74 я вам полный отброшу будет очень интересно считать кто как пришел прямо напишите как вы выше на наши ресурсы и потом вот до кончите последним разговором кто помогал у нас получается я должен обращиться к вячеславу семенову до через скайп да ну конечно он конечно он тут это и состав составляют он учится в семинарии поэтому такой очень сказать грамотный но и он и знает дорогу неоднократно был он приезжал крестился с женой с отцом он тоже наполовину татарин игнатий тихонович у меня жена с тюмени сама якутка но к сожалению расстояние она не хочет быть в европе и я не в этот момент не мог бросить все год назад все хозяйство не собаку не корову не вец не птиц не не мои пруды и все остальное она сама тюмени титова ксения у тюмени далеко от нас тут родина она могла бы приехать и народе не побывать если надо но к сожалению разошлись стороны она просит развода а вы живете один сейчас полностью один но так как у меня не получалось с местными или кого нибудь приглашать даже с украины такая любо а приезжала дело в том что я сам человек не курящий не пьющий не колотый не татуировками и вакцинации не признаю ращу все без химии то есть подойти к человеку к этому и жить на хуторе пригласить девушку или пригласить женщину не так просто понятно я знаю что такое хутор там у них в латвии они близки между собою латвия и литва там эстония рядом ну что сказать ну вот так что все как было никаких женитьбы с этаж она была не венчанной вы понимаете здесь очень все поверхностно здесь нет ни глубокого венчания ничего здесь просто пошел записался расписали и все дела без понятно два блудника сошлись и все так точно но вот так поэтому с этим вопросом пока затормозите иначе просто препятствие будет узнавать кто она такая как на этом вопросе многие погорели вам сколько лет мне 42 будет 43 феврале 11 ну понятно ровно в два раза моложе меня мне больше очень рад видеть до слез но так договорились все я вам материала скину огромный материал и скинул то что вникайте там все есть и на занятия к нам будьте на молитию что были когда узнавайте вот он утром и через два молимся вы по московскому времени можете там а потом это через какое время через два часа по 10-15 минут это очень хорошо когда человек в молительном настрое молится он думает о вечность о прославлении бога а вы у них там видели где надписи шикшимс нет это у литовца там везде на стенах висит такая куда плюнуть шикшимс шикшимс возможно я как-то с местными не очень игнатий тихонович здесь нужно жить у них свой свой порядок свой менталитет ну ладно в общем у добрые люди все отошел с богом потом когда будет вы заранее напишите могу я принять или нет потому что я очень занят мы готовим сейчас к выходу пяти томник мои проповеди до этого трех томник нового завета с полным толкованием если вам надо будет я вам подарю как обещаемым это я потратил много лет на это три тома новый завет с толкованием блаженного папилакта каждый том 752 страницы мне игнатий тихонович надо то чтобы стать верующим вот все будет верующим не верующих не крестят вы прямо устремите сейчас молитва и чтение вот вы когда зайдете сайт я скинул вам материала сайт там вы найдете аудио и в аудио вы найдете там я начитываю библию вы можете ткнуть и слушать как я читаю златоуста жития восьмидесятые годы я примерно 50 томов книг насчитал у меня в советской власти и прибрала к рукам я понял вас удачи вам спаси христос господь милует живем но с богом вас как звать-то валерий матилевич но варь валерий значит ваше имя по паспорту валерий все с богом в валерий отошел